Сегодня у нас урок для понятия души Антонио Бен Юлия и для полного выздоровления Адас Бат Верет. Каждый урок он идет еще и для усиления связи со Всевышним, которого можно потом конвертировать каждому в свои молитвы. То есть очень интересно, вот эта недельная глава была, да, которая рассказывается, называется она Эквитиш Мол, вследствие, что вы будете слушать заповеди, то Бог даст дожди и так далее. Много переписано хороших вещей написано за выполнение заповедей. Много вещей написано хороших за выполнение заповедей. Но главная награда мы знаем за заповеди, это духовная награда. И непонятно, как в этом мире происходит сама награда. То есть есть, которые говорят, что то, что человек получает в этом мире, вот выполняет он заповеди. Например, Максим Керенчок, он все выполняет, выполняет, выполняет и ждет, что ему Всевышний даст за это миллион долларов, например. Но Всевышний не дает. Или там кто-то другой выполняет, выполняет заповеди, ждет, что будет у него хорошее здоровье. А со здоровьем у него не очень. И получается, что вот такой вот прямой передачи между заповедями и между наградой очень сложно отследить. То, что безусловно мы знаем, что тот, кто делает волю Богу как свою, у него увеличивается сила молитвы. И есть доказательства, что праведники, те, которые самые такие вот, они близкие к Богу, да, они когда за кого-то молятся или кого-то благословляют, то это благословение, оно прямо имеет колоссальную силу, что Бог даже сказал, что праведник постановляет, Бог выполняет. То есть получается, что в любом случае вот этот вот момент, он очень сильно присутствует. То есть когда ты выполняешь заповеди Всевышнего, ты в этот момент можешь молиться, и в этот момент увеличивается сила молитвы. Теперь бывают люди, которые вообще не молятся о том, что им нужно. Они как-то думают, что Бог должен догадаться, что им нужно. Понятное дело, что система работает, и как бы человек своими действиями, своими мыслями, он все время шлет сигнал, что ему нужно. И Всевышний на этот сигнал всегда отвечает. То есть в принципе они правы. Те, которые говорят, что Бог сам знает, что мне нужно, действительно Бог и без наших подсказок разберется, что ему дальше делать с миром. Потому что система работает, то есть мир существует. Бог его сотворил, создал, управляет, организовал законы, все-все-все есть. И даже если человек не будет ни о чем просить, а будет просто спать, все будет как-то двигаться, да, как в шаббат мы, например, мы перестаем что-то создавать, и мир все равно продолжает существовать. Если человек все-таки просит что-то у Всевышнего, да, то есть если он выражает свое намерение, выражает свое намерение, свое желание, то оно безусловно учитывается. И чем больше у человека заповедей, тем более учитывается его пожелание. Вот то, что называется молитва. Поэтому, так как мы сейчас выполняем главную заповедь, это изучение Тора, то в этот момент мы просто пересоединяемся к Божественному Свету, потому что Тора это Божественный Свет, который идет именно от Всевышнего. И в этот момент, конечно, очень правильно молиться о чем-то хорошем. И поэтому вот сегодня, например, там кто-то из наших уважаемых спонсоров и партнеров Эйкра, которые хотят распространять Свет Тора, то есть они участвуют прям в усилении, в создании Света Тора для других. Они плюс добавили к заповеди изучение Торы индивидуальное заповедь, да. Они добавили очень мощную заповедь распространения Света Торы для других. Теперь всю, вот, например, то, что сегодня у нас поднятие души Антонио Бен-Юлио, да, вот она всю свою силу направляет и просит нас, она все вроде поддерживает, чтобы для поднятия души Антонио Бен-Юлио, значит, оп, и пошел Свет туда направленный. То есть человек своими словами, своими мыслями, своими действиями, он нам направляет реальность. Это один из векторов. Всевышний учитывает все вектора и с каждым человеком взаимодействует на вот такой вот, знаете, индивидуальной программе, что много замыслов в сердце человека. Человек вырабатывает свои замыслы, а замысл Всевышнего исполняется. Всевышний уже, ну, нет такого, что Всевышний заставляет человека, да. Хотя вот опять же, сегодня мы сейчас, давайте на эту тему поразмышляем. И сегодня обязательно тоже еще есть очень важная тема для меня речи, чтобы Адас Батверет, чтобы она выздоровела, чтобы было все хорошо со здоровьем у Адас Батверет. Хорошо, и вот, значит, мы дошли до того, что Всевышний всем грешникам, тот, кто раскаивается, он дает им возможность раскаяться, причем даже если это сильные грешники, но если он искренне раскаивается, Всевышний готов принимать всех. Дальше пишет автор этой книги. Великое добро оказал Всевышний людям, потому что подготовил вот этот вот механизм раскаяния и путь спасения из тьмы к свету. И написано через пророка Эрмиал, обращался Всевышний к юридическому народу, «Возвратитесь, сын и отступники, и я из любви обузданность вашу». Так он говорил, да. Раскание принимается, даже если грешник кается из-за многих бед, постигших его, а тем более, если он решил раскаяться из страха перед Всевышним или излюбить к нему. Значит, как написано в книге Дворим в Торе, да, «При невзгоде твоей, когда постигну тебя все эти предсказания, в будущие времена возвратишься ты ко Всевышнему и будешь слушаться глаза его». То есть мы сейчас видим действительно удивительную, такую, ну, невероятную ситуацию, да, когда после двухтысячелетнего изгнания, две тысячи лет, это ни день, ни два, ни три, то есть это вот прямо все средние века, все вот эта вот дикость вообще, которая была в то время в мире. Еврейский народ проходил по пешочкам, да, по разным-разным стразам изгнания, сохранился, сохранил Тору, сохранил заповеди, сохранился, и Всевышний принимает раскаяние и вернул еврейский народ в Израиль, да, и вот появляется после двухтысяч лет перерыва, появляется снова Израиль, вот прямо такой, какой был, такой и появляется в том же месте, в том же городе, с тем же языком, Иерусалим, все вот эти, все города, Лирия, прям, прям восстанавливается, две тысячи лет не было, а потом я опять восстанавливается. То есть мы видим, что Всевышний простил народа Израиля, и видим все эти чудеса, и участвуем в них. И прямо это написано было в Торе, что при невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в будущие времена, возвратишься ты ко Всевышнему, будешь слушаться ему голосом. Имеется в виду все невзгоды, последнее, самое страшное, искупление, оно тоже было предсказано, написано в глава, есть и Теса называется, глава Теса, это, да, Тавшин Алиф, и написано, что и в Кодышем, как бы Бог вспомнит, вот, грех Золотого Тельца, и будет последнее исправление, вот, этого греха Золотого Тельца. Интересно, что год Тавшин Алиф, да, если вы посмотрите, это 1941 год. Когда, значит, вот, катастрофа началась, это было последнее, такое искупление, и после нее закончилась катастрофа, все, Бог окончательно простил, и тоже мы здесь видим, как страдание, вот сейчас мы к этому дойдем, как страдание влияет на раскаяние, и, оп, в 1948 году, в 1948 году, тоже можно сказать, что совпадение, можно сказать, что да, вот так и прямо есть. По еврейскому календарю, в 1948 году родился Авраам, прадец Авраам, в 1948 году, от сотворения мира, и в 1948 году, по современному летоисчислению, возник опять вернуться в государство Израиль. То есть, тоже, как бы, совпадение, но прямо, вот, прямо красивое совпадение, скажем так. Хорошо. Теперь, значит, дальше написано так. Тех, кто раскаивается, Всевышний помогает совершить раскаяние, даже в том, что человеку не под силу, и обновляя в нем человеке дух чистоты, помогает достичь уровня раскаяния и высоких степеней любви ко Всевышнему. Как сказано, и обратишься ты ко Всевышнему, послушаешь глаз его во всем, как и заповедует им и сегодня, песни твои, всем сердцем твоей, всей душой твоей. И дальше там написано, в то и то же, и обновить, Всевышний сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любить Всевышнего. Теперь, значит, все это мы видим в нашем поколении, очень все интересно, красиво. Дальше пишет автор этой книги тысячу лет назад, да? Существует четыре вида пробуждения к раскаянию. Первый вид, это человек раскаивается, потому что четко осознал Всевышнего. То есть вот как мы с вами, слава Богу, учимся, изучаем, постигаем божественную мудрость, постигаем Всевышнего, человек понимает, да, надо исправиться. Все, надо, конечно, начать шаббат соблюдать, кушать кошерное, там у каждого свои есть какие-то продвижения. Значит, это называется первый путь, четко осознал Всевышнего. Такой раб, убежавший от своего хозяина, но подумал о добре, которое тот ему оказал, по своей воле возвращается на хозяину, просит у него прощения. И а потом нам сказано, если вернешься в Израиль, сказал Всевышний, вернешься ко мне, пророк Ирмин так сказал. И до того, как придет наказание, и сказано, вернитесь ко мне, я вернусь к вам, пророк Малахи. То есть, есть люди такие, да, давайте вспомним, вот кто у меня есть знакомых, которые раскаялись. Вот есть у меня, да, один знакомый, это просто удивительная история, на моих глазах она была. Один парень, по-моему, он из Самары родом, у него родители, такие, знаете, вот здесь люди ученые, вкладывают в детей, все, и он был там гениальный, математик какой-то, все, ему дали стипендию, в Канаде, дала ему стипендию, он был 26 лет, то ли он написал уже докторскую, то ли писал докторскую, ну, гений, в общем, вообще гениальный человек, молодой парень. И он, значит, в Канаде, в университете, он начал ходить на шабаты, так, ознакомливаться. Потом поехал на месяц в Израиль, в Ешиву, и, значит, поехал он на месяц, летом, на каникулы, приехал с такой маленькой, типа, вот такая вот, пустенькая типа, молодой такой, гений, 26-летний, ему гражданство, канадское давали, все, то есть ученые. Приехал он, начал изучать Тору, и как ему, вот прямо он понял, что вот он нашел сокровище. Он говорит, значит, через месяц, я хочу остаться на год, бюро академический отпуск, хочу остаться на год, поучиться. Ну, значит, приезжает его мама и бабушка, спасать внука, значит, сына, что он теряет карьеру, все, он говорит, ничего не теряю, я на год хочу взять академический отпуск, я нашел нечто для себя важное, действительно, это очень интересно, важно, я хочу, ну, не теряю времени, мне это очень важно, это все поздать. Через месяц, через год они приезжают, а он уже, у него типа черная, типа, он в белой румажечке, застегнутой на все пуговицы, он такой экстремист, ученый, экстремист, который уже, если учится, так учится, через год он уже полностью, учит Алну, там, то есть, такая у него голова, он говорит, вы знаете, говорит, это все, говорит, временное, Атора, это вечность, я не хочу терять ни одной минуты на временное, когда я здесь важно, и он женится, рождаются у него дети, он выполняет заповеди, и сидит целый день, учи Тору, это было лет, наверное, больше, около 20 лет назад, я спрашивал, что с ним дальше, это не еще судьба, он религиозный, у него очень много детей, и он сейчас преподает, в университете, в Израиле, преподает, несколько часов в день, компьютерные какие-то науки, и продолжает учи Тору, вот, это как раз, первый путь раскаяния, когда он познал, Всевышнего, начал познавать, и он понял, что правильно расставить приоритеты, что вечно, в первую очередь, все остальное во вторую, и значит, он вернулся ко Всевышнему до того, как пришло наказание. Второй, человек раскаивается, потому что его упрекают, и стыдят, пока не раскаются. Так рабы убегают от своего хозяина, и встречают другого верного раба, и тот упрекает, и стыдит за побед, и советует вернуться, обещая, что хозяин простит. И бежавший раб возвращается к хозяину, и покоряет цемму. Ну, вот, например, да, мне недавно рассказывали, там, был один, один был парень, один был парень, такой бизнесмен, и он, ну, соблюдал заповеди, он вначале не соблюдал, понятное дело, но, ходил к нему раввин, ходил, ходил, тут Мизузу повесит, тут Филина денег, тут то, тут все, в общем, раввин от него не отходил, и все время его пытался вернуть, как бы, подключить к больше кто-либо. И, а тот этот парень был, он был женат много лет, у него не было детей, и он, значит, говорит, вот, как бы, детей у меня нет, и все. И раввин этот, он ему говорит, смотри, говорит, но ты же, значит, как бы, соблюдаешь по чуть-чуть, а хочешь чудо, да, то есть, с врачами, как бы, не получается, они пробовали, с врачами все перепробовали, хочешь чудо, давай, начни серьезно соблюдать, то есть, давай, это называется раскаяни, но второй, как бы, он его увещевал, он его советовал, мол, и, значит, тот начал серьезно соблюдать, там, очень много начал закидывать, помогать, и все, оп, у него, значит, родился ребенок, вдвоем она даже родилась. Он продолжает соблюдать очень сильно, не было никаких неприятностей таких, да, то есть, ярких, но его раввин увещевал, то есть, он за ним ходил, на него сел, поэтому тут не надо сдаваться, если кто-то у вас рядом есть, кого можно, значит, увещевать, надо увещевать, пока он не раскается. Третий вид. Человек видит наказание, какими Всевышний наказывает сошедших с его путей, и возвращается ко Всевышнему из страха перед наказанием. Также беглый раб, услышав наказание, которое постигли те, кто бежал прежние, возвращается к хозяину. Смотрите, тут человек, он смотрит на ситуацию. Мы знаем, что грешники есть двух лиц, да, мы это знаем от царя Соломона, из притчи царя Соломона. Есть грешники, называется грешник по вожделению. Он осознает, что он грешит, но он понимает, что он не может с собой справиться. Не может он с собой справиться, и он, значит, говорит, ну вот, вот такое я животное, не могу с собой справиться, буду дальше грешить. Но потом он может увидеть, что у одного какие-то сильные неприятности, у второго сильные неприятности, у третьего. Он думает, не, мне страшно, я уже не хочу быть четвертым, ждать не хочу. И он, значит, раскаянив, начинает опять соблюдать заповеди. Второй вид грешника, это называется грешник-скептик. Он, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, он говорит, я не грешу, я все делаю правильно. Это как бы позиция человека, что, как царь с вами, он сказал, что каждый Беракиш, Яжарбейна, путь человека прямо в его глазах, Ваахарита, Даркеймавык, но последствия будут для него пути смерти. Человек, который говорит, я не грешу, а Тора неправда, и те, кто говорят, что я грешу, они ошибаются, у него нет шанса раскаяться, потому что он все делает правильно в его глазах. И тогда, конечно, если к кому-то приходят какие-то наказания, он говорит, не, а я вам сейчас 10 примеров приведу, когда люди праведные, у них тоже проблемы. Нет, это не из-за того, что они не соблюдают заповеди, это из-за чего-то другого. Но если у человека, он грешник по вожделению, да, думает, вот смотри, у этого там, например, он согрешил, и у него вот так, вот сейчас некто. Лучше я не буду грешить, думает. Возвращается к Всевышнему, когда видит наказание и проблемы, которые приходят к другим людям, да. Теперь четвертый тип, это самый, самый частый, да, то есть самый частый вид, раскаяния, когда человека настигают наказание и беды, и он раскаивается. Так бегло рома настигают и ловят разбудники, наказывают за побег, и он возвращается к хозяину. Умный человек придет к раскаянию первым путем и раскаивается из любви к его величию. Значит, ну, умный действительно тот, кем управляет разум, а не эмоции и невожделение, он не будет ждать, он на всякий случай даже раскаивается. Да, рациональный человек умный, он раскаивается на всякий случай, он скажет, чем буду ждать, а что от меня, в принципе, это требуется, да, выполнять заповеди, любить Всевышнего, благодарить Всевышнего, так, что все от Всевышнего. Чего от меня вообще просят так? Кушать кошерное, это даже сейчас на сегодня при развитии всей этой технологии можно кушать там, я не знаю, рыбный палоч есть кошерный со вкусом креветки, можно, что человека может остановить от того, чтобы кушать кошерное. Ничего, выбор огромный, все, кушай кошерное, шаббат соблюдай, ну, день отдыха сделать себе, своей семье, это же не просто, ты день посвящаешь радости, что плохого здесь? День отключаешь телефон, отключаешь все, посвящаешь радости, все, там, если это мужчина должен одевать пфелик, если это женщина, ну, должна скромно одеваться, да, ну, хорошо, так скромно, это красиво, наоборот, я вам скажу, с точки зрения мужчины, что там рассматривают, может, те, кто раздетый, а любят те, которые одеты, то есть, это никак не раздетость, она никак на любовь не влияет вообще, влияют хорошие качества, как есть царь Соломон, в конце притча царя Соломона, 31 глава, он перечислил достоинства женщины, да, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем у жемчуга, и там ничего нету вообще про раздетость, про сексуальность, там есть про качество характера, и в конце он говорит, шекерахен, обманет миловидность, уйдет красота, а вот именно слава женщины богобоязненная, она останется, поэтому лучше раскаяться, умный человек раскаивается, а не ждет, пока будут неприятности, дальше, шесть обстоятельств побуждают человеческое сердце к раскаянию, во-первых, человека постигают беды, это первое обстоятельство, и он поразмыслиет и скажет, это только из-за моих преступлений, моего трудного поведения, и вернется ко Всевышнему, и Всевышний пожалеет его, как сказано, и постигнут ему многие беды и невзгоды, и скажет вам тот день, не потому ли, что Всевышний не со мной постиг для меня беды эти, то есть Всевышний вынужден послать беды, чтобы пробудить нас к раскаянию, значит, и Всевышний принимает такое раскаяние, да, одно из благодианей Всевышнего состоит в том, что он принимает даже раскаяние за беды, и жалеет человека, как сказано, вернись и строить ко Всевышнему, ибо споткнулся ты о вину свою, и слегу наступничество их, и буду любить их из милости, потому что отойдет твой гнев от них, и в Мишле 3 главе 12 отрыва говорит нам царь Соломон, что тот, кого любит Всевышний, того наказывает, и утешает его, как отец сына. Но если в час беды и свой человек не раскается, наказание удвоится, а если кто скажет, что вообще это случайно, то тогда увеличится наказание в семерах, чтобы уже человек понял сигнал, и понял, что уже куда же можно дальше-то, да. Прямо написано, если говорит человек, это случайность, навлекает он на себя велик и гнев, если не верит, не верит, что наказывает за свои преступления. Знаешь же и разумеешь, наказание Всевышнего, которое, которому он наказывает человека, как благу человека, чтобы оказать ему добро вдвойне. Во-первых, чтобы искупить ему грехи, как сказано, посмотри на страдания мои тяготы, мои, прости все мои грехи. А во-вторых, чтобы укрикнуть его и вернуть с дурных путей. Давайте еще раз, если человеку приходят страдания, да, первое, что нам учит нас Талмуд, тратят Брахот, должен человек проверить свои пути, по шешбамасам. Проверил, не понял за что, значит, мало учил Тора, значит, что у него нет понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Где-то он ошибается, если он думает, что он все делал правильно, ошибается, не бывает такого. И нужно понять, где ты ошибся. То есть, страдания, это, это как, человек идет к врачу, когда у него что-то болит, когда его что-то беспокоит. И вот эти вот, если в жизни есть страдания, человека что-то беспокоит, значит, что-то в нем неправильно, и что-то нужно исправить. Это Всевышний посылает ему страдания, чтобы он понял, что где-то есть проблема этой, она и показывает, это сигнал, что надо исправляться. Теперь самая частая проблема, самая частая болезнь у людей, это неблагодарность Всевышнему. То есть, я думаю, что большинство проблем в жизни приходит человеку из-за его неблагодарности. Например, то, что он неблагодарный, он теряет там клиентов, работу, партнеров, да, потому что неблагодарный человек, он обязательно где-то, у людей он точно вызывает чувство огромной обиды. То есть, если он неблагодарный к людям, то люди на него ошибок, обижаются и так далее. Если человек неблагодарный к Богу, то то же самое, Всевышний перестает ему давать хорошее, потому что он не ценит. Поэтому первое самое, что нужно исправить в себе, жизнь сразу улучшится, моментально. То есть, тут мы изучали, когда цикл уроков про благодарность, то Рав Шалуман уже сказал, что вы прямо здесь попадете в рай. Не надо ждать даже. Благодарный человек прямо здесь попадет в рай. То есть, сразу же идет моментально идет награда за благодарность. То есть, если действительно в этом была проблема, то тогда благодарность сразу исправляет эту проблему. Если проблема серьезнее, у человека есть какая-то неблагодарность, обычно ведет человека к другим проблемам. Неблагодарный человек, он может украсть у другого. Почему? Ему плохо, ему недостаточно того, что есть у него. Значит, ему кажется, что если он на другого заберет, значит, ему станет лучше. Неблагодарный человек, он может, я не знаю, Война, идти войной на кого-то, да? Почему? Ему мало то, что у него есть, он гордец, он думает, что он там может другим людям указывать, все такое. То есть неблагодарность, она в корне всех, я думаю, преступлений. Теперь благодарность он исправил себе, но второе преступление, то, что уже выросло на неблагодарности, он может пока не знать, что. Поэтому мы учили в этой книге, что если есть какая-то проблема, боль, какое-то страдание, нужно начать благодарить за это. За это, что спасибо Всевышнему, что ты мне открыл глаза и показал мне. И первое, что ты мне показал, что я не ценил то, что было до этого. То есть это сразу знак. Не, без причины нет. Вот это вот то, что Давид пишет, нет без причины. Учим из Абеудов, у него скисла 400, он был самолет, это мудрец. И у него скисла 400 бочонка вина. И он, значит, ему мудрецы говорят, проверь свои дела. Он проверил, ничего не нашел. Он говорит, ну я ничего не согрешил. Ему говорят, за что? Ему говорят, а ты что думаешь, что Бог творит, просто так делает? Ну то есть кому-то просто так что-то делает? Нету в этом мире случайностей. Все приходит абсолютно не случайно, всему из причины. И получается, что первое, как бы корень всего, это неблагодарность. То есть этим страдают все люди, потому что если бы человек был благодарен, он бы ходил бы, прыгал бы до потолка от радости, танцевал бы целыми днями, и вообще бы не делал никакого зла, а был бы просто наполнен добров. Почему? Потому что если он благодарен всевышленному, как он может взлиться на что-то? Это есть у всех, это корень всего. Потом на этом корне вырастают у человека другие грехи, после неблагодарности. И вот потом приходит проблема, как следствие где-то других ошибок человека. И вот в этот момент, когда приходит проблема, то, что мы учили, если начать благодарить, во-первых, ты исправляешь сразу одной вот этой благодарностью за проблему, ты исправляешь всю свою неблагодарность за хорошее, что у тебя было. Потому что получается так, за хорошее надо благодарить, но человеку благодарил, он был всем недоволен. За плохое можно страдать, но тут человек, он делает ход конем, он как бы умножает. Он говорит, а вот теперь я уже понял, что всевышний, я уже понял, что реально всевышний ничего просто так не делает. И если он может искренне благодарить за вот этот сигнал и за исправление, которое придаст ему это страдание, то он исправляет там годы неблагодарности своей. Но опять же, он после этого должен начать благодарить за хорошее, потому что даже если у него есть какая-то боли, какая-то проблема, то кроме этой боли и проблемы у него есть много хорошего в жизни. И дальше всевышний ему откроет, что ему еще нужно исправить. Как тогда в этом, в Талмуде, Рабиуде открыли, что он, оказывается, обокрал своего арендатора, который год назад его обокрал. И он, думая, что он поступил правильно, у него забрал через год что-то, а оказалось, что украл у вора, вором стал. Да, то есть оказалось, что тут он ошибся, он тут же вернул ему. То есть то, что у него вор украл его год назад какие-то вещи, то через суд надо было на этого вора влиять. На то, что он пошел к вору, забрал телевизор сегодня, это называется уже грабеж. То есть он тоже стал таким же вором. То есть много есть нюансов, которые мы не знаем. Мы не знаем очень часто, где мы ошиблись. Поэтому надо учить Тору, общаться с умными людьми. Все, всем хорошего дня, хорошей недели. Полное изучение Тору и исправление своих делов. На всяких случаях надо делать много добра сразу. Это очень помогает. И молиться Всевышнему, чтобы он открыл глаза, где там человек ошибается, и это исправить. И благодарность. Неблагодарность – самый большой грех. За каждый вдох, что мы делаем, каждый вдох нужно благодарить Всевышнего. А люди не замечают, столько добра не замечают, что просто капец. Все, всем удачи, успехов, счастливо.